Приветствую вас. Я, если честно, думаю, что не столько важно, что вы ему напишете и как вы ему напишете, потому что вариантов может быть на самом деле бесчисленное множество. Важно другое. Важно то, сможете ли вы передать ему свою мысль, которая есть у вас, сможете ли вы донести до него то, что вы хотите от него, и сможете ли вы донести эту мысль до него так, что он вас поймет, то есть что он вас именно услышит, да, услышит то, что вы, например, значит, хотите ему сказать. Для этого необходимо отдавать себе как минимум отсчет в том, что это за человек, какой человек, мужчина, о котором вы говорите. Каков у него психологический портрет, что для него, к примеру, важно, что для него, к примеру, ценно, вот, и так далее. То есть это вот такой аспект, и я думаю, что вам желательно отталкиваться именно от него, от этого аспекта. Ни в коем случае не думать, что существует какое-то вот такое уникальное, да, универсальное средство для, значит, мужчины, воспользовавшись которым вы получите его согласие, да еще и на тех условиях, да, которые, ну, которые вам нужны, которые вам полезны, которые вам интересны и так далее. Вот. То есть все зависит от, собственно говоря, от самого человека. И вот здесь у меня к вам лично возникает вопрос. А, хорошо ли вы знаете товарища, да? Хорошо ли вы знаете товарища и человек. Если вы не знаете, как пригласить его на свидание. Если вы не знаете, что ему написать. Не торопитесь, не торопитесь ли вы пригласят его на свидание. Достаточно ли между вами, например, общего, чтобы было реально интересно, например, вместе проводить время. Понимаете? Узнавать человека лучше все-таки не на свидание. По крайней мере, первичное узнавание проводить лучше все-таки не на свидание. Первичное узнавание человека лучше проводить все-таки где-то на более нейтральной территории и в более непринужденной обстановке. Исключения, конечно, бывают, но тем не менее. То есть на этот момент тоже обратите внимание. Но мне как показалось, что у вас давно зреет мысль, да, о том, чтобы вступить в отношения. У вас не получается это сделать. Вы очень похоже створчали. Вот. И сейчас, значит, сможет, решили предпринять такую попытку. То есть, опять же, определите для себя субъективные стороны. То есть, почему я хочу пригласить мужчин на свидание. То есть, я с вами согласен в том, что не только мужчины могут приглашать девочек на свидание. Я согласен с вами. Но очень важно понимать, очень важно понимать, чего вы хотите, чего вы ждете от человека. Что вас ждет от человека. Вот это очень важный момент. Понимаете? Потому что если ваши ожидания, они нацелены на себя. То есть, если так вот получилось, что вы хотите чего-то для себя. Что вы ждете чего-то для себя. Что вам нужно что-то для себя. И на свидание вы приглашаете человека, опять же, для себя. То в этом ничего хорошего не будет. Потому что, ну, человек, он вполне может, да, по-своему на это реагировать. По-своему поступить. И вы будете испытывать в большей степени разочарование на самом деле, да. Потому что не получится в итоге того, что вы хотите. Не получится в итоге то, что вам нужно. И вы подтвердите, вы можете подтвердить, точнее, свой некий вот негативный сценарий. Вы можете подтвердить свой некий негативный взгляд на отношения с мужчиной и с мужчинами. Ну, и с человеком, соответственно, отношения у вас выстраиваться будут крайне негативно. Так, на мой взгляд, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо.